На международном конкурсе «Татар КЗ-2019» оренбурженке вручают диплом и памятную тарелку. Из 14 девушек со всего мира, Ильсия Аргумирова – самая умелая. Жюри высоко оценила сшитые ею наряды. Ремесло передается в ее семье из поколения в поколение. Начало положено прабабушкой. Создает одежду она прямо у себя дома. Стол, швейная машина, ткани. Но главное – огромное желание сделать прекрасное своими руками. Все, что нужно для творчества, признается оренбурженка. На полуфинале девушка была в этом белом платье. Оно длинное, подчеркивает скромность. Образ дополняют пояс с национальными украшениями. Главной убор – калфак. Ильсияр говорит, в своем наряде быть на сцене вдвойне приятнее. Гордость скорее не за себя, а за свой род. То, что вот в моем роду такое могут. Она шьет не только платья, но и фартуки, жилеты. Конкурс – возможность поддержать традиции, а также открыть для себя новое. Это, естественно, сохранение языка, национальных традиций, культуры и обучив. Для меня этот конкурс был в первую очередь направлен на то, чтобы я раскрыла себя изнутри. И как раз таки это мне и помогло. Путь на финал «Татар-Кызы» не прост. Ильсия Гумирова прошла сразу несколько этапов. Конкурс в татарской каргале, Оренбурге – главное соревнование в столице Татарстана – Казани. Здесь проходили испытания 27 участниц из 6 стран и 20 регионов России. Девушки показывали интеллектуальные способности, соревновались на резании лапши, оценивала жюри и творческие навыки конкурсанток. Ильсия Гумирова показала высокие результаты. Дома ее поддерживала вся семья. К сожалению, сейчас очень много молодых людей, которые не знают языка, не знают культуры, не знают истории своего народа. И поэтому, понимая важность этого конкурса, я все-таки захотел, чтобы мой ребенок не только участвовал, не только показал, на что он способен, насколько она глубоко знает традиции нашего народа, но еще и получила стимул и дала стимул другим. Ильсия Гумирова учится на менеджера, но мечтает стать дизайнером. В планах девушки открыть свое ателье и шить национальные костюмы для будней обычной татарской семьи. Именно так она хочет продолжать поддерживать традиции и передавать их своим детям. Елена Еремина, Сергей Пронь, Новости дня.